Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Осии и обратимся ко второй главе. Примерно то же самое, что описывает прозаически пророк в короткой первой главе своего рода экспозиции его замысла. Здесь во второй главе следует поэтический текст, чуть иной по литературной природе, но, конечно же, уточняющий и повторяющий содержание основной мысли. В первой главе было сказано, что как неверная жена перестает быть женой, семья разрушается прелюбодеянием, так и завет Израиля с Богом разрушен, потому что Израиль неверен. И вот пророк, по-видимому, обращаясь к своим детям и к своим современникам одновременно, о жене пророка и о Боге, который супруг Израиля. Вот, говорите братьям вашим, мой народ, судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Вот и невозможно на самом деле понять, о ком идет речь. Идет ли речь о жене пророка или об Израиле. Ну и, в общем, синодальный перевод расстановкой заглавных букв все же предполагает, что это слова, которые Бог обращает к израильтянам. Судитесь с вашей матерью, потому что она предала меня, и от этого вы стали незаконными. От этого вы стали не моим народом. От того, что вот это предательство Бога существует. Пусть она удалит блуд от лица своего. Вот, в конце этого пассажа Господь говорит, она осранила себя зачавшая этих детей, потому что, говорила, пойду за любовниками, которые дают мне хлеб и воду, шерсть, лен, елей и напитки. Речь идет о том, что вот эта, по-видимому, изменявшая пророку жена бегала к своим любовникам, которые, как она думала и как она говорила, вот давали ей шерсть, лен, елей и напитки. И это вот такая картина. Потом, наверное, возвращалась домой и говорила пророку, что вот ты-то мне ничего не даешь, даже сапоги земли мне не купила, а они вот там то-то-то-то-то. И это пророк вдруг видит картину эту, как модель отношения Израиля с Богом. Израиль, который предает Бога, обращается к иным богам и на самом деле разрушает завет и говорит, ну вот, а эти все ваалы и прочие, молохи и астарты, вот они мне дают там то-то-то, что-то приятное и увлекательное. А ты только все требуешь поступать справедливо и любить дела милосердия. Вот это, собственно, ключевая мысль всей первой половины книги пророка. Мысль о том, что отношения Израиля с Богом подобны семье, в которой жена все время предает мужа. Но это еще не все, потому что, по-видимому, мы скорее сможем убедиться в этом в третьей главе. В его семейной истории все было не так просто. Не просто там, значит, тетенька, которая все время куда-то бегает налево. И возвращается к Осии, когда у нее деньги кончаются. Собственно, об этом и разговор вот в середине второй главы. И правильно было бы, как уже намекала первая глава книги, правильно было бы просто выгнать ее, и пусть уже как хочет, ну зачем, так сказать, еще финансировать все эти ее любострастные мероприятия. Никакого смысла в этом нет, в этом нет правды, ничего нет, нет завета, нет завета. Но в случае личной судьбы, личной вот собственной жизни пророка, оказывается, что все будет, да, так, и надо выгнать, ибо это будет правильно, справедливо и так далее. Но он ее любит. Она вот такая вот плохая тетка, ну, может, она сама-то и не плохая, но поступает вот так отвратительно. И идет в загул, когда деньги кончаются, и она надоедает своего любовника, она возвращается к мужу, через некоторое время откормившись, опять идет в загул, опять надоедает любовника, возвращается к мужу и так далее, и так далее, и так далее. Ну, выгнать надо, ну, хватит уже, сколько можно, надо выгнать. Но Осия ее любит. И, в общем, он на собственном опыте в кровавых муках своего сердца, потому что, ну, представляете, каково вообще это? Это же жуткая совершенно ситуация, очень больно так жить. И Осия вот на этой боли собственного сердца понимает, что справедливость справедливостью, справедливость требует одно, а любовь, в общем, требует другого. И не то, чтобы прямо прощать, потому что невозможно, наверное, прощать, но и прогнать невозможно, невозможно. И вот в глубине этой скорби пророк вдруг поражен до самой глубины, поражен мыслью, что а ведь Бог-то так относится к нашему народу, так относится к нам. Мы все время Его предаем, и для Него это мучительно больно. И возвращаемся мы к Нему и просим помощи, когда самим нам становится все плохо. Потом опять Его предаем, и опять возвращаемся, и опять предаем, и нас надо выгнать. Но Он не выгоняет, потому что Бог любит. Вот боль обманутой любви и сила, любви, которая не предает, которая не бросает. Невозможно для Бога бросить Израиль не потому, что Израиль хороший, он очень плохой, а потому что Бог любит. Потому что для Него это внутренне невозможно, как для Оси невозможно бросить любимую неверную жену, хотя Оси на самом деле обязан это сделать. Обязан это сделать. Вот, собственно, пророк говорит о том, что в конце концов все равно это все прекратится, вот это вот туда-сюда гуляние прекратится. Накажу ее за дни служения Ваалам, когда она ходила им, ходила за любовниками своими, а меня забывала. И дальше пророк от лица Господня говорит, вот я увлеку ее и приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее. Оказывается, вот так видит пророк замысел Божий. Приведу ее в пустыню – это важно, потому что, по-видимому, трудно удержаться от каких-то соблазнов. И только в пустыне, где их нет, может что-то измениться. И буду говорить к сердцу ее. По-другому разговор строится. Не так, как, может быть, более ранее пророки говорили. Не в списке, так сказать, требований, которые необходимо исполнять. К сердцу ее будет говорить Бог. К сердцу людей, к сердцу своего народа. И Господь говорит, и в тот день удалю имена Ваалов от уст ее, и заключу в то время союз, и обручу тебя мне навек, и будете жить в безопасности. Обручу тебя мне в правде, в суде, в благости и милосердии. Обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. И это вот в сущности, конечно же, одно из пророчеств о Новом Завете. В контексте всей книги Осии, заветы, брак и обручение – это вещи связанные, как бы параллельные друг к другу. И вот Господь говорит, обручу тебя мне навек. И, соответственно, это будет завет правды, суда, благости и милосердия. В общем, примерно то же самое, о чем говорил практически одновременно с Осией пророк Михей. «Я обручу тебя мне в верности, и ты узнаешь Господа». Вот здесь две важные вещи дополняют обетование о Завете, о Новом Завете. Это, во-первых, Завет верности. Оказывается, в этом Новом, Другом Завете, когда Бог будет говорить к сердцу народа своего, возможно верность, возможно верность, и ты познаешь Господа. И у других пророков иногда проскальзывает вот это откровение о том, что Бог хочет заключить Новый Завет, в котором мы будем его знать, в котором мы будем знать, каково сердце Божье. И Он будет говорить к нашему сердцу, и тогда мы изменимся, и тогда мы сможем не предавать Бога, и тогда мы сможем поступать справедливо, любить дела милосердия и смиренно ходить пред Господом Богом нашим. И тогда, заключает пророк в нескольких поэтических строках, назову непомилованную помилованной и не моему народу скажу ты мой народ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова